Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России. Запрещенный экспорт мотоциклов дороже 5000 евро и автомобилей от 50 тысяч евро. По старому курсу это было бы около 4 миллионов рублей. Само собой, что под запрет попали все Бентли, Роллс-Ройсы, Порше, Феррари и Ламборгини. Более массовые бренды Audi, BMW, Mercedes-Benz не досчитаются половины модельного ряда. Помимо автомобилей в длинный перечень включена одежда, бытовая техника дороже 750 евро, а также железнодорожная техника, лодки, автобусы вместимостью свыше 10 человек, включая водителя, прицепы и трейлеры. Еще любопытнее упоминание разнообразных запасных частей вроде охранных систем, стеклоочистителей, приводных валов, электрооборудования для двигателей, внутреннего сгорания. По-видимому, суть этих санкций еще только предстоит оценить. Аналогичное ограничение также вела Великобритания. Впрочем, европейские компании уже приостановили продажи своих автомобилей из-за логистических проблем и девальвации рубля. Свои санкции ввели и США. Экспортный запрет введен на товары роскоши. И если начинается список запрещенки с довольно забавного запрета на отправку в Россию водки, кожаных чемоданов и мехов, то дальше все серьезнее. Ведь 55 из почти 600 позиций скрупулезно перечисляют практически все легковые автомобили, включая электрические. Неупомянуты грузовики и автокомпоненты, что позволяет предположить, что ввоз, например, машинокомплектов из Спартенберга для сборки кроссоверов BMW на автоторе законодательно возможен. Однако под запрет явно попали автомобили Chevrolet, Cadillac и Jeep. Очевидно, свежие Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder мы тоже теперь увидим не скоро. При этом санкции пока не коснулись стран Евразийского экономического союза, Армении, Белоруссии и Казахстана, где есть дилеры многих автобрендов. Очевидно, что за ставшими дефицитом Мерседесами и Порше будут организовываться целые шоп-туры. Платить таможенные пошлины за технику, возимую из ЕАЭС, не придется. Однако механизм электронных ПТС до сих пор не работает. Кроме того, многие дилерские центры связаны обязательством не продавать автомобили гражданам из других стран. Но такие запреты наверняка будут ослаблены.